Как отметил глава региона, хорошая динамика поступлений отмечается в туристической отрасли, промышленности и сельском хозяйстве. Всего же за 16-й год краевой бюджет составил 230 миллиардов рублей. Экономика – это самый, наверное, ключевой показатель самочувствия нашего региона. Сегодня стабильность есть, а это общая наша заслуга. За этой стабильностью стоит работа каждого из нас. Каждого из нас. За каждой цифрой бюджета. Это антикризисный план, который сработал, показал свою жизнеспособность, он показал свою результативность. 77 пунктов антикризисного плана выполнено 49. Ну вот выполнили, значит смогли где-то положить ту соломку, ту подушку безопасности, которая позволила нам сегодня иметь такие результаты. Отдельно Вениамин Кондратьев обсудил поступления в каждом муниципалитете. В 26 районах доходы выше планового показателя. В их число не вошли Краснодар и Армавир. Там вырос муниципальный долг и сохраняется кредиторская задолженность. В кубанской столице она уже 2 миллиарда рублей. Город Краснодар – это один из проблемных муниципальных образований. Город последние годы принимал бюджет, если можно сказать, с притворными доходами части. То есть завышались доходы, под которыми принимались расходные обязательства. Бюджет не выполнялся по доходам, и это все уходило в кредиторскую задолженность. Прошу депутатский корпус крупных городов прекратить о том, что вы зарабатываете много. Это касается особо Краснодара и Сочи. А как бы там получаете мало из бюджета. Заслуги большой нет. Краснодара в том, что основные налогоплательщики зарегистрированы в Краснодаре. И по Сочи тоже. Сегодня вся страна работает на Сочи. И работала, когда создала курорт мирового уровня. Насколько сегодня край, бюджет вкладывает в инфраструктуру Сочи. Если мы посчитаем, то намного больше, чем на самом деле идет и возврат. Биллиарды выделяются на то, чтобы сегодня Сочи был на высочайшем уровне. И вдруг ничего не с того Сочи зарабатывает. Коллеги, кто зарабатывает и сколько? Кто сколько потрудился в Сочи, чтобы заработать? Я бы у этих депутатов лично хотел спросить, что он лично сделал, чтобы Сочи заработал. Одним из значительных источников дохода может стать легализация работы мигрантов. За трудовой патент иностранцы платят около 37 тысяч рублей в год. Однако законное право на работу получили лишь 39 тысяч человек из 65 тысяч приехавших. Мобилизовать этот ресурс важно, ведь на этот год задачи по наполняемости бюджета еще амбициознее, отмечает Вениамин Кондратьев. В бюджет края должно поступить не менее 240 миллиардов рублей. Моя принципиальная позиция сохранить все социальные расходы как минимум на уровне прошлого года. Это принципиально. Вот здесь ни на копейку, ни что мы уменьшить не можем. Ни одну социальную выплату, ни одному человеку. Где-то примерно миллиард рублей, я думаю, мы сможем в этом году предусмотреть на здравоохранение. Дополнительно, коллеги, это не в целом, это плюс. Миллиард рублей на здравоохранение. Это очень серьезные деньги. На те нужды, о которых сегодня люди кричат объективно во многих муниципальных образованиях, там, где явно проблема уже перезрела. Заложат дополнительные средства и на обновление автопарка, и ремонт спортзала в школах. Социальные программы в этом году по-прежнему будут в приоритете. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Эф Господь, оставляю вас в к Искрении! Эфиг incomoda. Ф statements эфиг.